На стоянке пусто. Никого уже нет на базе. Низа! Хоть прикрывай рот. Я не знаю, буквально в кадр не попало. В общем, мы идем на базу. Искать нужные нам продукты. Чего? А что, она не открывается? Открывается. Нет, по-моему, не открывается. Пусти в ту дверь. Наверно, все. Закрыта эта дверь уже. Время много. Идем в другую дверь. Я не знаю. Давай, показывай. Это я купила детям. Катя попросила. Короче, сухарики с беконом. И мы заморочились с Лизой. Взяли два пакетика. Я говорю, мне кажется, что вот эти вот тяжелее. Берешь и расскажешь, что тяжелее. Взвешивали их даже на вестах. Вот эти 41 грамм весит, эти 40 грамм. Одинаково, фактически. Хотя, кстати, они должны вешать больше 40 грамм. Потому что еще упаковка. Экономят производители. Короче, решили взять оба пакетика. И проверить, какие вкусные. Ты просто знаешь уже, что они одинаковые. А еще взяли кашу. Собакам, но всего 2 пачки. И взяли рис. Сейчас готовить с морковкой. Все, идем к машине. Мы выяснили, почему здесь стоянка пустая. Просто этот вход закрыт. И сюда никто не едет. Плавный сыр решено отложить на завтра. Потому что здесь на базе ни творога, на машине нормального нету. Ни масла такого, как бы, ни фабричного, фермерского. Нет, точнее есть, но рублей за 800 за килограмм. И яйца куриные здесь кончились. Не, ну яйца-то мы свои перепелиные будем складывать, наверное. В общем, решили завтра с утра на рынок. Поедем в библиотеку. Заедем в соцзащиту завтра. Узнаем, как делать удостоверение многодетной семьи. И потом заедем на рынок. Вернемся, будем делать плавненный сыр. И покажем вам, что у нас получилось. Ты чего? Не ту сторону. Не ту сторону тянула? В общем, Лизка там пристегивается. Ну, а я с вами поговорила, тоже буду пристегиваться. Стоп! Знаете, что я хотела еще сказать? Пока как бы мысль свежа. Мне тут это написал... Ну, я сказала, что YouTube это работа. А мне блогер разоблачитель написал, что типа с камеры в сад сходить и ничего тупо не монтировать это не работа. Вот мне интересно, ребят, что вы считаете работой, а что нет из блогерства. То есть, почему-то все думают, что вот влоговые видео снимать, это так... Перечисаться забыла. Это так ерунда. Походил с камеры, слепил кусочки, так, левой ногой и все. Вот, Лизка, скажи, мама долго видео монтирует? Хотя особого монтажа нет, да, там ничего такого прям это. Не потому, что я там не умею монтировать, а склеить кусочки, пересмотреть это все, нарисовать картинку. Все это как бы придумать название. Все это тоже занимает время. И, кстати, вот разоблачителю написала в комментариях, интересно, что он ответит. Мне интересно, а свои ролики он считает работой или нет? Или ходить в блоге снимать, это не работа. А то, что он там разоблачает блогеров, да, снимает про них, это прям вообще офигеть какая работа. Кстати, по поводу он говорит, вот типа обучение, обучайте чему-нибудь на канале, готовьте ролики, снимайте, монтируйте, это будет работа. У меня есть и такой канал. На YouTube я обучаю, обучаю мыльным пузырям, как с ними обращаться, рассказываю про реквизит, рассказываю про организацию там этого, своего шоу мыльных пузырей. И, между прочим, эти ролики монтировать порой проще, чем монтировать ролики про семью, да? Что? Кивает просто, она со мной всегда согласна, вы уже поняли, да? Лизка сегодня ходит и под нос себе что-то говорит, а я на нее ругаюсь, говорю, Лиза, блин, раздражает вот это, когда начинается такой конючный тон. Ну-ка, скажи что-нибудь. Скажи бодро и весело. Не. О, умеет. Мы с Мишей сегодня учим слово телефон, потихонечку дается мне с трудом обучение его, но он хотя бы начал учить со мной слова. Уже не протестует говорить. До сих пор как бы не можем понять, почему он так у нас вот, вот так вот у нас не говорит. Многие пишут, что вот, типа, ему может нечего сказать, а мне кажется, нет. Вот, что-то как бы ему мешает. Что мешает, непонятно. Ты что думаешь? Я думаю, вот у него, короче, когда он был маленький, он опрокинул на себя чайник, и он, конечно, не прям сильно обжегся, но малеха на него попала воды, ожог был достаточно сильный. Может быть, этот вот испуг сыграл роль. Не знаю. Хотя вот Лизка заговорила рано достаточно. Ну, как рано. Вот Катюха заговорила после трех лет. Ни в какую не хотела говорить, вообще не хотела разговаривать с нами. И жевать не хотела. Мы ее не могли научить жевать. Ей нужна была все время перемолотая пища. Вредничала она у нас так. И до сих пор, кстати, вредничает. Так что это характер. А я деснами жевала яблоко. А Лизка в шесть месяцев, да, как начала точить яблоки деснами, берет такая, его обгладывает, как пираньи. Без зубов. Представляете, без зубов не было. Вообще ни одного в полгода. У нее зубы появились первые. У всех детей зубы к девяти месяцам появляются. И она давай наяривать это яблоко. Да. И говорила рано. Мишка, кстати, тоже неплохо жевать рано начал. Но с разговором вот у нас проблема. Мы все ждали, что типа это может быть не время, не время. Но потом уже я не выдержала. Сейчас я с него требую слова. И постоянно капаю ему на мозг. То есть мы ложимся спать. Я ему рассказываю, что большие мальчики должны разговаривать. Потихонечку он у нас начинает звуки говорить. Но во всяком случае повторяет. Раньше ты ему начинаешь, типа повтори слово, а он разворачивается и уходит. Не хочет. А сейчас начинает говорить. Вот так вот я перескочила с заработка на YouTube на Мишку. Лишь бы поболтать. Да. Тренируюсь. Тренируюсь на камеру говорить. Надеюсь, что кто-то это слушает. Судя по тому, что отвечают на вопросы, которые звучат в конце ролика, то вы все-таки смотрите хотя бы концовку. Спасибо вам на этом тем, кто смотрит. Ну а тем, кто со мной не согласен, можете писать об этом в комментариях. А я вам буду отвечать по мере возможности. Когда у меня есть время, я вам отвечаю. Кстати, отвечать на комментарии, даже на большое количество, получается гораздо быстрее, чем монтировать ролики. Парадокс. Лизка потом подрастет, тоже будет на комментарии отвечать. Поэтому следите за собой, пишите нормальные слова, чтобы ребенок тоже мог читать. Я на канале... Вот, кстати, ребята, кто захочет поматериться, я... Саша нашел, короче, целый список матерных слов, чтобы не фантазировать самим, я столько даже не знаю. И закинули мы фильтры. И теперь, когда вы пишите комментарии, YouTube сам фильтрует и сразу эти комментарии скидывает в неопубликованные, чтобы дети, которые заходят на канал, наши или чужие, не видели то, что позволяют себе некоторые взрослые. Так что, знаете, ребята, уж лучше пусть некоторые попрошайничают и деньги клянчат, но не матерятся везде и всюду в открытую. Потому что то, что они клянчат деньги, может, и учат кого-то делать то же самое, но хотя бы говорят они прилично, я надеюсь. Вообще, те ролики, которые я у них смотрю, с приличным, они не матерятся там. Так что, товарищи, неизвестно, что хуже. Попрошайничать или не попрошайничать и везде оскорблениями и завистью матом сыпать, понимаете? Поехали домой. Лиска уже устала. Хватит, говорит, мама разговаривать, да? Ну, я сегодня с утра и до пяти вечера молчала. Занималась так полезными делами. Мне было лень разговаривать. А вот сейчас что-то захотелось. Начиталась ваши комментарии, между прочим, и заговорила. Вот такой лист мы взяли. Кубань-матушка местный. Шлифованный лист с первого сорта кубанский. И из него мы будем готовить сегодня гарнир. И морковка. Вот интересно. Брать морковку мытую и не мытую. Кто берёт мытую морковку? И какой интерес брать мытую морковку в полтора раза дороже? Я вообще не понимаю. Так, где-то у меня тут ещё. Короче, тут стеснённое средство для готовки. Это капец. Вот такую луковку мне Лиза привезла сегодня, выбрала правильно. Так, это вот морковка, которая осталась после мишкиного налёта. Три морковки у меня в запасе. А это выбрасываем. Так, да, кто покупает мытую морковку? Кому денег не жалко? Я никогда не беру мытую. Беру обязательно такую с землёй. А, Катюха, сейчас тебе публично извинения принесу. Я тебя зря ругала про шорты. Это не ты их спрятала, это я. Куда? В свой рюкзак. Я их сегодня нашла. Надо говорить, ничего, мамочка. Я не обиделась. А, целых два дня меня ругала. А я их найти не могу. Но, между прочим, обычно это делаешь ты. Обычно ты снимешь бельё и мои шорты то Мишке, то Лиске положишь. Я знаю, что эти белые шорты, они всегда твои. У тебя их целых четыре штуки было. А чинсы мои ты зачем папе положила? А это я яйца папе ты приняла. А, ты уже разложила, сейчас надо поставить. Чё там плед? Щупала? Нет. Надо? Мишка опять обоссал кровать, мы постирали плед. Надо поменять. А вот Катя пошла щупать. Ну чё? Высох? Катюк, ну он либо высох, либо нет. Просто бывает, что они до конца высохнут. Нет, не хочу. Не хочешь? Не знаю. Положи в тарелочку. В данный момент не хочу. Ну их надо же пошелушить. Ты так хочешь разбросать? Подожди, там надо сначала траву убрать. В тарелочку положи, я сейчас траву не хочу убирать. Ну давай я тебе дам. Давай сюда. Вот тебе красивая голубая тарелочка. Складывай. Вот так вот, Маруся. Ну куда ты? Положь ты, отдай. Ты пошелушить решил? Ты там мимо сыпешь семена. У нас теперь плита живет на кухне. Ой, на улице вместо кухни. Катюк, что высох, да? Да. Супер. Неси его, сейчас тот у мальчиков сопрем и постираем. Короче, мне потом отдашь? Ага. Здрасте, вы пройти не можете? Ага. А ну пойду в объезд. В объезд. Ты куда пошла-то? В объезд. В обход тогда уж. Что, много там нашелушил? Ага. Ты сейчас потеряешь, не надо сильно это шелушить. В земле лишнее сгниет. Правда там сыпешь мимо? Блин. Все, собирай давай. Завтра, либо послезавтра подергаю. Правую там. В следующий год? Зачем? Что, нам сейчас лук не надо? А он сейчас зайдет? А что не зайдет? Если поливать зайдет. Ну-ка, шлепни щенкам по жопке. Да не этому, а тому, который самый наглый, Бимка. А, Бимка? Ходит, вынюхивает что-то. Так, что ты не осилила уборку до конца? Завтра это делаем. Так, мы завтра утром идем в библиотеку. Помнишь? Встаем рано. Быстренькое дело делаем и идем в библиотеку. Потом в соцзащиту. Да. Да. Зайдем узнаем, как получить удостоверение многодетной семьи. Я хочу вас в дельфинарии свозить, а без скидки он очень дорогой. На обащее утришь хочу вас свозить. А там 100% многодетным скидка есть. Здесь везде есть в дельфинариях точно. Вот. А потом идем на рынок за творогом и маслом и делаем плавленый сыр. Окей? Ладно, давай помогай мне с сушилкой. Ага. Я тут в Марусю этой досочкой попала случайно. Я подпрыгнула около этого стола неудачно. Она как, рухнет на Марусю? А Маруся что в это время делала? Маруся получила по голове досочкой. Маруся, мне что тут лежать? Да. Так, давай как-то это разойдемся. Звук батяна. Спасибо за просмотр. … Продолжение следует...